Совсем скоро ученики этой школы смогут войти в обновленные оборудованные классы, а пока они наблюдают за ходом ремонта, как и директор общеобразовательного учреждения. Амина Тачиева уверена, что скоро условия здесь будут отвечать всем современным стандартам и способствовать качественному образованию детей. Учащихся нашей школы мы перевели в первую и во вторую школу, разделили начальную школу и основную среднюю школу. Мы сейчас занятия проводим в двух школах, в первой и во второй сурхогинских школах. Когда отсюда уходили, мы выносили мебель, которая у нас была, она была очень старая, ветхая. И дети напоследок оставляли записи на стенах, на досках. Но мне все-таки хочется озвучить одну запись. Это учащиеся шестых классов. До свидания, школа, мы будем скучать. Но сейчас же мы с ними говорим. Они все-таки говорят, как бы ни была старой наша школа, все-таки там было лучше. Ну, конечно, родные стены же помогают по этому состоянию. Дети тоже скучают по своей школе. Надеюсь, что в сентябре у нас будет новая школа, новое технологическое оборудование. И детки, и родители. Ну и, конечно, весь коллектив будет очень доволен. Третья школа сельского поселения Сурхахи была введена в эксплуатацию в 2001 году и выпустила уже более тысячи детей. За эти годы обветшали крыша, плитка, штукатурка и практически все оборудование. Проблем было очень много. Вот сейчас уже и государство, и федеральный центр решают эти вопросы. Но до этого школа действительно была проблемная. С 2018 года проблемы в этой школе решались благодаря помощи и спонсорской поддержке родителей. Сейчас рабочие на стадии демонтажа. Крышу разобрали. Старые деревянные стеклопакеты тоже. Часть рабочих занята демонтажом пола, другая – разбором систем коммуникации. В третьей школе планируют обновить буквально все. Это заново сюда ходит весь кафель, полы все. Полы шатаются со стяжкой вместе, стяжка и ламинат полы. Стены, штукатурка, побелка, покраска – все туда ходит. Потом отопление все, крыша, окна, двери, оборудование. Кабинеты обновленного образовательного учреждения будут оснащены интерактивными досками и современными компьютерами. Оборудуют по последним стандартам кабинеты химии, информатики, физики. Проект капремонта продуман основательно. За качество следит стройконтроль. Нарушений никаких нет. Данный объект идет, даже чуть-чуть опережает сроки. Демонтажная работа уже почти полностью выполнена. Начата работа в конце марта. Сдача планируется в конце августа, чтобы 1 сентября уже дети снова зашли в новые классы, полностью готовы к объекту. Это по счету 16-е образовательное учреждение, в котором проводят капитальный ремонт. От всего с начала реализации программы развития образования в республике до конца этого года будет отремонтировано около 30 школ. У нас около 40% организаций наших школ от общего числа нуждается в проведении капитального ремонта. И действительно, данная программа, она именно для нашей республики, я думаю, и в целом для многих субъектов Российской Федерации, она крайне необходима. Потому что в силу нашего низкого бюджетного обеспеченности, нашего регионального бюджета, такую нагрузку мы не можем на себя взять. И, соответственно, выделение вот этих федеральных средств, это для нас большое подспорье. А что касается именно по видам работ, то в правилах предоставления субсидий указано 14 видов работ, которые разрешаются и которые мы проводим в рамках капитального ремонта. Вот это, в принципе, весь перечень работ, которые необходимы, начиная с замены кровли здания и заканчивая напольным покрытием. Единственная, есть одна особенность, ремонтные работы можно проводить исключительно в контре самого здания. Благоустройство прилегающей территории, реконструкция, ремонт ограждений и так далее, именно соглашениями и правилами предоставления данный вид работы не предполагается. Благодаря нацпроекту образования и его подпрограммам Россия планирует к 2025 году войти в десятку ведущих стран по качеству среднего образования. Зелимхан Клоев, Адам Гулоев, Исмаил Коригов, Новости 24. Субтитры создавал DimaTorzok